Спрашивает тебя Сергей Лукьяненко Поделись, пожалуйста, мнением о работе Абаскаля в Спартаке Топ-20 лиг берем А, топ-20 лиг, точно Россия в топ-20 лиг все еще Да Восемнадцатый я проверил Ну это просто потому, что прошлогодний коэффициент в таблице UEFA засчитали Это даже лучше, если бы играли российские клубы, я думаю Да, мне тоже нравится Мне тоже нравится Это окажется, но по крайней мере нолик не засчитали Поэтому да, в топ-20, да, ты прав Абаскаль в Спартаке Внезапно вопрос про РПЛ Да, ну давай и коротко на него в таком случае ответим Ну я, более-менее в восторге от работы Абаскаля То есть, если мы отвечаем коротко, чтобы там не уйти в детали Вторая часть сезона, понятное дело, хуже, чем первая И в плане, скажем так, трудностей, идей И больше примитива стало И в плане результатов, но в целом, если сопоставить Какой футбол его Спартак показывал, особенно в первой части сезона Какой ресурс у него был, в какой точке он взял команду Если все это сопоставить, то не знаю, мне кажется, что Кстати, он сказал, что Спартак стал чемпионом по XG Да, но Спартак все-таки не стал чемпионом Единственное, что мы сегодня произвели с тобой синхронно, это XG Да Ужасно Все-таки это не совсем точно, но это правильное направление мысли Действительно, часть очков Спартак не добрал, потому что с реализацией были проблемы Так что, и все равно, в итоге, третье место, сильно поднял команду Был отрезок просто космического с точки зрения стиля футбола Так что, я не понимаю хейтеров об Аскале и желаю им заткнуться Это было не слишком грубо? Это было резко Тогда скажу просто, что я с вами не согласен, господа хейтеры Вот так будет правильная фирма Даже весной, когда очень неровная игра у Спартака Не только для результата, но и игра неровная Все равно, мне кажется, Спартак остается самым интересным для С тактической точки зрения просмотром Самой интересной командой в РПЛ Просто вот самая увлекательная с тактической точки зрения Может быть вообще за последние годы Или вообще за все время, если брать весь сезон этот при Абаскале Потому что он меняется, он придумывает Он под каждого соперника какие тонкие настройки подбирает и следит Если следить за этим каждый раз, то это увлекательно Но даже если отдельный матч взять, то это тоже будет интересно И внутри матча тоже матч менеджмент тоже потрясающий От тайма могут отличаться радикально